Привет, студент! Будь всегда в теме с командой Универньюз. О всех самых интересных событиях Казанского университета ты узнаешь прямо сейчас. С тобой я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. Новые задачи поставлены. В КФУ состоялось заседание попечительского совета университета. Увидев красоту мгновения в Казанском федеральном, открыта фотовыставка профессора Якова Гришина. Подготовка к самому долгожданному фестивалю в самом разгаре. Девятого марта в Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание попечительского совета университета. Под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова и ректора КФУ Ильшата Кафурова. Какие вопросы стали ключевыми и какие направления развития университета признаны основными, смотри в сюжете Адели Шамиловой. Девятый марта в Казанском федеральном университете. Подошли установка и наладка оборудования. Президент Татарстана весьма положительно оценил столь масштабную интеграцию. Очень нас впечатляет та работа, которая идется по медицинскому кластеру. Я думаю, в ближайшее время это будет очень хороший центр для медицины. В завершении своего выступления Рустам Миниханов передал право введения заседания совета ректору КФУ Ильшату Гафурову. Ректор отметил, что Казанский университет не останавливается на достигнутом, а наоборот готов приложить еще больше внушительных усилий для попадания в топ лучших вузов мира. Все вышесказанное отлично подтверждает разработанный ряд научных прорывов, которые претендуют не только отвечать глобальным вызовам, но и решить задачи, имеющие практическое значение для региона и страны. Разработанная нашими учеными технология позволит установить характер распределения нефти на этих территориях и обнаружить перспективные места, где нужно будет проводить основную разведку и добычу черного золота. Стоит отметить, что приоритетные направления вуза, его стратегические единицы и научные прорывы были выбраны тоже не случайно. Прежде всего, они дают ответ на различные по своему масштабу вызовы, которые сегодня существуют в мире. В частности, у Татарстана есть нерешенная проблема, связанная с отсутствием региона в глобальных рейтингах по науке и образованию. Вхождение Казанского федерального в рейтинг КОЭС является не только решением этого вопроса, но и важным фактором, способствующим привлечению в Казань студентов со всего мира. В прошлом году на базе этих приоритетов были созданы так называемые стратегические академические единицы, которые вобрали в себя не только научные исследования, но и были направлены на разработку новейших образовательных программ по данным направлениям. Сегодня в мире говорят об университетах 3.0. Речь идет о новой концепции развития университетов, которая сильно отличается от традиционных представлений. Концепцию университет 3.0 предполагает создание на базе вузов интегрированной предпринимательской экосистемы, в которой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. В связи с этим Казанский федеральный университет подписал целый ряд партнерских соглашений с Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, акционерными обществами Агросила, Фином, Техпроект-сервис и Казанским моторостроительным производством. Участники мероприятия убеждены, что такое сотрудничество даст старт успешным совместным научно-образовательным проектам и послужит развитию университета на благо жителей республики. Аделья Шамилова, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. Какие еще интересные события произошли в Казанском федеральном университете и за его пределами, ты узнаешь в нашей традиционной рубрике Вебньюз. Министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фатахов осмотрел недавно открывшийся Центр магистратуры и педагогических практик Института психологии и образования КФУ. В ходе визита между сторонами была достигнута договоренность о том, что министр будет лично курировать работу с магистрантами-целевиками педагогического направления. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал республиканским журналистам о медицинском кластере университета. После капитального ремонта клиника станет более удобной, а зоны ожидания максимально комфортными. Здесь новые технологии лечения будут осваивать юные врачи, с АЗОВ изучая медицину будущего, а она, как подчеркнули журналистам, прежде всего должна быть дружелюбной. В Казани продолжается реконструкция зоопарка. Теперь строительство переместилось в сафари-парк река Замбези. В этой части зоопарка планируется разместить слонов, бегемотов, антилоп, горилл и других обитателей Африки. Для животных строятся теплые вольеры, что-то вроде аквариумов для бегемотов. Вокруг вольеров не будет решеток, животные будут почти как в дикой природе, зверей от посетителей будут отделять рвы. На днях международная слава обрушилась на студентку Казанского архитектурно-строительного университета Аделину Горееву, путешествующую по миру и выкладывающую свои зарисовки местных достопримечательностей в Инстаграм. Авторы зарубежных ресурсов восхищаются как удивительно сложными и точными экскизами казанской студентки, так и невероятной красотой девушки. Тесла и Солар-Сити завершили строительство первого комплекса, который круглосуточно сможет питать солнечной энергией гавайский остров Кауаи. Фотограф, впервые побывавший в Швеции, снял одно из природных чудес света – красивейшее северное сияние. Чтобы сделать хороший снимок, нужно сделать несколько кадров. Но иногда у фотографа есть лишь одно мгновение. Так, профессор кафедры международных отношений мировой политики зарубежного региона веденников у Яков Гришин представил публике свои мгновенные творения. В Казанском федеральном университете открыта фотовыставка профессора Гришина Якова Яковлевича. С наступлением весны заслуженный деятель культуры Республики Татарстан решил представить фотографии пейзажей, увидев красоту мгновения. Именно такое название стало по душе фотографу. Случайно получился снимок. Я даже не ожидал. Ехал с зятем на машине и увидел. Это, знаете, в сторону Пестрецов дорога. И вот мы с этой дороги съехали. Я вот это на закате солнца это увидел. И говорю, Дима, остановись. Вот мгновение нужно поймать. Вот это мгновение как раз и здесь присутствовало. Вот отсюда и получился такой снимок. На фотографиях можно заметить, что нет ни одного названия. У зрителей появилась возможность самим именовать то или иное фото. Если вот будете смотреть, кто-то смотрел. Если какой-то из этих фотографий затронет в вашу душу и сердце, я буду очень счастлив. О том, что я вам что-то подарил интересное, красивое. Спасибо. Спасибо. Елизавета Евтифеева, Евгений Максимов, Универньюс. 10 марта в Казанском федеральном университете стартует ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2017». О том, как проходит подготовка, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. Студенческая весна – это мероприятие, которое связывает между собой тысячи студентов Казанского федерального университета. Кто-то находит себя, кто-то друзей, а кто-то просто приходит и болит за одногруппников. Вот уже с начала второго учебного семестра все студенты университета начали активную подготовку к одному из главных мероприятий учебного года – студенческой весне. Конечно же, самые такие, наверное, мощные подготовки начались с января месяца, после тень дня, когда все студенты вышли с сессии и начались такие усиленные подготовки. В течение двух недель проходили уже предварительные просмотры вместе с режиссером. Результат, на самом деле, очень хороший, показатели студентов очень сильные. Напомним, что в феврале в Байтике прошла школа актива «Слёт творческой молодежи», которая объединила начинающих сценаристов и режиссеров, принимающих активное участие в подготовке студенческой весны. Мы недавно провели режиссерскую школу актива. Все навыки, которые мы дали нашим студентам, юным режиссерам, они все воплотятся на сцене, и мы увидим их плоды. Первым представит свой институт студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Конкурсная программа будет проходить среди 17 команд, это институт факультетов нашего университета, и продлится данный марафон студенческого творчества с 10 марта по 21 марта. Безусловно, студ-весна – это самая яркая часть студенческой жизни, то, что запомнится на всю жизнь. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все новости студенчества, больше улыбайтесь и наслаждайтесь теплыми весенними деньками. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!